Всем привет! Меня зовут Маша Шимчук, я художница и преподавательница детской творческой студии в Мультимедиа-арт-музее. Сегодня мы поговорим о том, как сделать калаш своими руками. Мы находимся на выставке Игоря Мухина «Наши 90-е время перемен». Какие перемены запечатлел фотограф? На работах Игоря Мухина мы видим переломный момент в нашей истории, когда Советский Союз прекращает свое существование, а на его месте появляются новые государства и новые герои. Именно фотографии чаще всего становятся основой для калаша. Но перед тем, как начать, нужно разобраться, что же такое калаш. Калаш — это прием в искусстве, когда в одном художественном произведении соединяются разные детали по смыслу, материалу и содержанию. Калаш начинает развиваться в начале 20-го века, особенно активно после Первой мировой войны. Эти страшные события так впечатлили художников, что они создают свои произведения в буквальном смысле из всего — обрывок газет с фронтовыми новостями, журналов, тканей и даже предметов. Работы Игоря Мухина — это тоже своеобразный калаш, но из событий, настроений и людей. А теперь давайте перейдем к самому интересному — созданию своего собственного калаша. Есть множество способов, чтобы создать калаш, но перед тем, как приступать, нужно определиться с темой. Подумайте, что можно отнести к прошлому, а что к новому времени. Вы можете попросить у своих родителей старые фотографии, соединить их с современными. Может быть, вы найдете какие-то открытки и журналы из разных эпох и будете использовать в своей работе. Но даже если у вас нет газет и журналов, вы можете нарисовать то, что символизирует новое и прошлое, и вырезать. Калаш — это полная свобода, можно делать абсолютно все, что угодно. Сейчас я вам покажу несколько приемов. Вы можете резать картинку ножницами, можете рвать их руками, можете добавлять детали из бумаги разных фактур и цветов и, конечно же, рисовать. Субтитры создавал DimaTorzok Итак, заготовки готовы. Разложите их на листе и отойдите на расстояние, посмотрите внимательно, все ли на своем месте. Подвигайте их немножко, поиграйте. И когда будете уверены, начинайте приклеивать. Можно для этого использовать клей, а можно цветной скотч. Картина готова. А что получилось у вас? Выкладывайте свои работы с хэштегом «Мама Кидз» или присылайте нам на почту. Самые необычные работы я буду публиковать в Инстаграм. Ну а если у вас возникли предложения или вопросы, обязательно пишите их под комментариями. Подписывайтесь на наш канал и до встречи через неделю. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok